Когда хочется уединения и комфорта вдали от мегаполиса, когда хочется романтики и гастрономического наслаждения, советуем вам отправиться в ресторан ДБК Лонж. Здесь нет подавляющей роскоши, но есть то, что близко и дорого сердцу. В его меню можно найти мировые кулинарные хиты, а изысканность приготовленных блюд подчеркнет отличное вино из лучших винных домов старого и нового света. Всегда очень сложно рассказать, насколько вкусно бывает в ресторанах. И иногда меню просто достаточно почитать, чтобы сказать, да, вот это вкусный ресторан, хочу прийти попробовать. Я вот только что ел пасту с томатно-сливочным соусом и скрапом. То, что мне очень нравится. Я такой соус люблю, к спагетти. Поэтому люди, приходя в ДБК, каждый может найти то, что любит. Здесь хорошие стейки, хорошее мясо. Здесь отличное французское классико, итальянское, конечно же, блюдо русской кухни. Поэтому иностранцы приезжают сюда, но пельмени заказывают всегда и борщ. Я, приходя в ДБК, часто ем лапшу. Подчеркивая гастрономичность проекта, все блюда готовятся только из качественных продуктов. Традиционно ресторан следит за сезонностью и свежестью. А для разнообразия и в зависимости от вкусовых пристрастий гостей осуществляется доставка продуктов со всего мира. Сейчас сезон дичи и сейчас осень. И вот всегда осеннее меню, оно отличается от летнего. Еще раз подчеркиваю, что мы стараемся в ресторанах следить за сезонностью. И поэтому отличаемся от многих проектов новосибирских тем, что живем в ногу со временами года. Сезон охоты, дичи пошла. Я разработал для этого специальное меню дичи, в котором я приготовил салаты горячие, закуски. Например, как салат с перепелом, татаки из косули. То есть на японский манер сделал. Тевтельки из щуки, паровые, соосы муспаржи. Также мы приготовили для гостей наших голубцы из кабана с ароматом подкопченого розмарина. То есть голубцы подаются на тарелки и перед подачей я поджигаю сухой розмарин, закрываю клощу. И когда гостю приносят, при нем открывают аромат розмарина, дым, копчености. Ну, такой обычный, ну, как бы простой, в то же время интересный. Также сделали на десерт мороженое с еловыми шишечками. Делаем домашнее мороженое, добавляем туда варенье из еловых шишечек и украшаем. Тоже такой интересный вкус. Столь интересное и разнообразное меню ресторана, конечно, заслуга шеф-повара. Причем Даниил – один из немногих шеф-поваров, кто не просто контролирует работу персонала, а сам лично и с большим удовольствием готовит. Поэтому и кухня по большей части авторская, основанная на впечатлениях, привезенных за границей. Поэтому и гости – персоны самые почетные, серьезные и известные. Находясь в деловой поездке, премьер-министр России Дмитрий Медведев посещал ТБК «Лонж». Ужинал он у нас с нашими главами новосибирскими. Уготовили ему мы наши хиты, наши знаменитые оладьи и цукини, которые являются на протяжении шести лет бомбой, которые просто идут на ура. Каждый день порции по десять точно улетают у нас. Потом подавали луковый суп французский. Он очень любит луковый суп. Подавали его в большую луковицу, запеченную. Запекали отдельно луковицу большую. Искали наши поставщики там по всему городу. Главное стремление любого профессионала, в том числе и кулинара, постоянно находиться в поисках и не останавливаться на достигнутом. Совершенствовать свое мастерство и дарить радость людям. Вкусная еда способна доставить человеку настоящее удовольствие и сделать его счастливым. А что больше всего любит сам повар в своей работе? Больше всего в своей работе это, наверное, возможность самовыражения себя. Потому что здесь как бы созданы все условия для того, чтобы я мог самореализоваться. То есть меня наоборот поддерживают. Что для вас важнее? Признание экспертов или оценка гостей? Скорее всего, наверное, оценка гостей. Потому что гости – это неотъемленная часть нашего ресторана. И мы делаем все для того, чтобы им нравилось, чтобы они постоянно приходили к нам, пробовали какие-нибудь новиночки, постоянно что-нибудь делаем. Напоминаем, что сегодня в меню ресторана представлены блюда из дичи. Сезон охоты открыт. В мире царствует золотая осень. Она не только в душе, повсюду в интерьере. Ведь это заведение столь универсально, что меняется не только с временами года, но и по индивидуальным пожеланиям при проведении торжественных и самых важных мероприятий в вашей жизни. Найдем городок – любимое место. Здесь так вот сегодня погода солнечная, осенняя. Приятно здесь приехать, посидеть, пообедать. Субтитры создавал DimaTorzok